Патриотический подвиг нижегородцев в XVII веке нашел отражение в творчестве многих художников. Очень известным полотном является картина Константина Егоровича Маковского «Воззвание Минина». Маковский писал этот патриотический холст шесть лет. Это самое большое станковое полотно в России. На нем, помимо главного персонажа Минина, изображено более ста портретных персонажей. Из сложного хода событий, связанных с Нижегородским ополчением, художник избрал для сюжета своей картины один из самых волнующих моментов. Начало. Зачин. Первый взрыв народного патриотизма. Раннее сентябрьское утро 1611 года. По всему Нижнему загудели колокола. На тревожный зон собрался нижегородский люк на самом оживленном месте – торговой площади Нижнего Посада, что под стенами древнего Кремля. Здесь, стоя на импровизированной трибуне бочки, покрытой досками, выборный человек, староста Нижнего Посада, Кузьма Минин, яростно взывает к толпе. Пламенная речь патриота нашла отклик в сердцах горожан всех возрастов, сословий и состояний. Маковскому в его картине прекрасно удалось передать тот дух единения, всеобщего воодушевления, героического подъема, что определил знаменательный поворот в судьбе всего народа. Вот знатный боярин в кафтане зеленого бархата показывает своим холопам, куда положить богатые подношения, расшитые жемчугом одежды, дорогие ткани, золотые и серебряные чаши и кубки. Ларец с драгоценностями держит в руках улыбающиеся бояриня. А рядом с ними простой мастеровой. Вклад его значительно скромнее, чем у боярской четы, но не менее ценный, ибо на алтарь Отечества он готов положить плод своих многодневных трудов, тонкой, затейливой работы сундучок. А это две нижегородки, которые принесли на площадь все свое достояние. У присевшей отдохнуть пожилой женщины это сохранившееся в туисе заветное сбережение. Черный день для нее и для Родины настал. Позади нее порывисто вбежавшая на площадь молоденькая девушка прижимает к груди кокошник свой праздничный наряд. Максим Горький так описывал происходящее на картине в своих очерках. Всюду по горе, около Менина и его кафедры, толпа, волнующаяся, крикливая, охваченная огнем сознание своей задачи. Убогий нищий с костылем под мышкой срывает от своей шеи крест, и лицо его взволнованно, бледно. Парень с глупой круглой рожей сует к азме кожаные кису. Красавица-боярынь с ожгучими глазами и матово-бледным лицом вынимает серьги из ушей. Белоголовая девчонка, держась сзади за шубейку матери, несущей к бочке свои платья, улыбается в леску кубков и братин, лежащих на земле. Отовсюду тащат яркие платья, ларцы, посуду из серебра. Штов, борча, шелк валяются кучами под ногами людей. Позади Менина молодой стрелец, взмахнув в воздухе тяжелой секирой, орет во все горло, и глаза его налиты кровью. Всюду возбуждение страшное, весь нижний встал на ноги и рычит и мечется с силой ужасной, готовый все ломить с плеча. Размеры полотна впечатляющие. 6 метров 98 сантиметров на 5 метров 94 сантиметра. Впервые законченное произведение было показано зрителю в 1896 году на открывшейся в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленно-художественной выставке в павильоне Константина Маковского. Потом она много путешествовала по России и даже побывала за рубежом. В 1908 году картина была установлена в Гербовом зале Городской думы. При СССР это был дворец труда. В 1972 году было принято решение о переносе картины в специально отстроенный зал Государственного художественного музея, где она и находится по нему. В сентябре 1861 года на академической выставке демонстрировалась картина Михаила Ивановича Пескова «Воззвание к нижегородцам гражданина Менина» в 1611 году. На картине запечатлен тот же исторический момент, что и на картине Маковского. Глаза женщины, стоящие на коленях слева, устремлены на Менина. Она протягивает к нему свое скромное подношение. Молодая девушка снимает серьги. Нищий тянет открытую ладонь с несколькими метными монетами. На переднем плане седобородый старец благословляет сына на битву. Как отмечала критика того времени, Песков варьировал произвольно положение многочисленных фигур своей картины, вместо придания им, как обычно, бывало однообразного положения слушателей. И все-таки в картине нет колоритных, запоминающихся типов. Картина немного отдает риторикой. Позы людей изображены в соответствии с академическими образцами, и им не хватает естественности и простоты. Построение картины тоже чисто академическое. Основная группа людей на переднем плане укладывается в треукольник. Тем не менее, Песков получил вторую золотую медаль за свою картину во звание Медина Нижегородцева. Сегодня картина находится в Самарской картинной галерее. В конце XIX века в Петербурге было осуществлено издание альбома «Русская история в картинках». Для него художник Алексей Данилович Кевшенко исполнил 30 акварелей на исторические темы. Среди них картина во звание Медина к Нижегородцеву, 1611 год. Неоднократно героический образ Кузьмы Медина пытался затронуть Илья Репин. В 1894 году, когда работа Константина Маковского была в разгаре, Репин пишет первый свой многофигурный эскиз. Но он так и не смог воплотить его в законченную картину, хотя еще несколько раз возвращался к этой теме. В 1905 году художник Михаил Нестеров сделал эскиз картины «Гражданин Минин», который сегодня хранится в Государственной Третьяковской галерее. В начале 20 века Борис Зворыкин выполнил серию художественных открыток «Акварелью» на тему «Смутное время». В эту серию вошла картина «Призыв Минина к народу постоять за православную веру и Отечество». Большое место в творчестве современного художника Максима Фаерстова занимает историческая тема. Внимание всегда обращено к страницам русской истории. В 2008-2010 годах написана его картина «Воззвание Казьмы Минина к Нижегородцам» в 1611 году. Размер полотна 2,5 на 4,5 метра. С созданием ополчения встал главный вопрос, кому быть военачальником. С просьбой возглавить ополчение, нижегородские послы отправились к князю Пожарскому, лечившемуся от ран в своей вотчине в селе Юрине. Этот эпизод тоже лег в основу нескольких полотен. Картина «Ежегородское посольство» у князя Дмитрия Пожарского, написанная Василием Савинским в 1882 году. Василий Савинский создал композицию картины по академическим традициям. Ярко освещенное окно разделило посланцев и князя с членами его семьи на две симметрично расположенные группы. Темная фигура священника с вытянутой вперед рукой, смысловой и композиционный центр картины, связывающий обе группы. Торжественность момента Савинский подчеркнул яркими цветами нарядов. За эту работу художник получил большую золотую медаль, звание классного художника первой степени и право выехать за границу для совершенствования мастерства. Картина Вильгельма Катарбинского «Больной князь Пожарский» принимает посланцев Москвы. За исполнение этой картины он был признан классным художником первой степени. На некоторых картинах Кузьма Менин сам обращается с призывом к князю Пожарскому. Григорий Угрюмов. Менин взывает князю Пожарскому о спасении Отечества. Картина написана в 1800-е годы. Алексей Тиранов. Менин и Пожарский. Картина написана в первой половине XIX века. В Краеведческом музее города Балахны представлена картина архимандрит Печерского монастыря Феодосии с Нижегородской депутацией у князя Пожарского. А вот одна из самых известных картин, напоминающая о Нижегородском ополчении. Называется она «Менин и Пожарский». Ее автор – Микеле Скотти. Он был представителем третьего поколения знаменитой династии итальянских живописцев. Родился он в России. Какой же сюжет мы видим на картине? Менин и Пожарский изображены на фоне соборов и башен Московского Кремля в решающий момент освобождения столицы. Пожарский с благородными чертами лица в шлеме. Менин с непокрытой головой, развивающимися волосами. У него решительное выражение лица. Человек из народа – Менин изображен в простой крестьянской одежде и вооружен не мечом, а топором. С точки зрения истории это достаточно наивно, но это и есть тот образ Менина, который сохранился в памяти народа. Если Менин одет простонародно, то князь облачен в парадные доспехи, с плеча его складками спадает знамя. У Пожарского – молитвенное выражение лица. Со спинами народных героев вид Московского Кремля с Успенской звонницей и колокольней Ивана Великого и многочисленные отряды воинов, готовых к борьбе с врагом. Драматическую атмосферу последних минут перед решающей битвой подчеркивают зарево пожаров, густой дым и черные птицы, кружащие над Кремлем. Но в просвете видно голубое небо, дающее зрителю намек на исход событий. Сегодня картина хранится в художественном музее Нижнего Новгорода. Есть данные, что это полотно было передано музею в 1939 году. В то время из крупных центральных музеев многие картины передавались провинциальным музеям с целью пополнения их коллекции. То, что Минин и Пожарский направились в Горький, было продиктовано, конечно же, историческими причинами – родиной ополчения. Картина «Минин и Пожарский» составляет триптих с двумя тонда. Архимандрит Дионисий Забниновский вручает патриотическую грамоту воину и подвиг Ивана Сусанина. Они написаны в 1851 году. Первая хранится в Сергиево-Посадском Государственном Историко-Художественном Музее-Заповеднике, а вторая – в Государственной Третьяковской галерее. Подготовительные рисунки к работам также хранятся в Третьяковской галерее. В героическое время в истории России, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского поднялось на борьбу с польскими интервентами, пытались запечатлеть и другие художники на своих полотнах. Блестящие прияди борцов за независимость русского национального государства Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому принадлежит свое особое место. Их имена навсегда связаны с подвигом, который совершил русский народ во время освобождения Родины в 1612 году. Субтитры создавал DimaTorzok